Приветствую драгоценные братья и сестры, драгоценная Церковь Божия. Замечательный день, или еще практически утро день. Замечательные люди рядом. И так замечательно быть, быть вместе, вместе молиться, вместе славить Господа. Приветствуем вас, драгоценные, в прямом эфире нашего воскресного богослужения. Слава Богу, я тоже вас приветствую с моими драгоценными братьями. Как они сказали перед эфиром, что свет светит во тьме, и тьма не может его объять. Если вы оффлайн или онлайн с нами, мы вас приветствуем. И вы сегодня пропитаетесь светом Слова Божьего. И тьма, она, конечно, вас не объемлет. Приветствую, дорогой брат и сестра. Благословенного дня, благословения от Господа. Примите все, что приготовил вам Господь. Приготовьте ваши сердца, и Бог прославится в ваших жизнях. И явит свою славу, явит свои чудеса. Настрой себя, будь готов к слышанию, которое Господь приготовил в твою жизнь, дорогой брат и сестра. И 121-й псалом, псалмопевец, он говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Это действительно радость. Радость быть вместе. Радость славить Господа во всем, всегда. Вот это и должно быть нашим состоянием. Потому что не только здесь описано о радости. И апостолы писали, радуйся, всегда радуйся, непрестанно молись, за все благодари. И это огромнейшее благословение. Мы сегодня, в этот воскресный день, с радостью, с радостью ожидаем того, что Бог приготовил для нас. И немного забегая вперед, еще расскажу, что у нас темы о призвании в этот период времени. Поэтому я верю, что то, что мы принимаем, принимаем от Господа в этой теме, это очень важно для каждого из нас. Потому что если мы знаем наше призвание, мы непобедимы. Если мы знаем наше призвание, мы знаем, куда мы идем. Поэтому, драгоценные, открывайте свои сердца. И поэтому давайте помолимся, чтобы наши сердца были открыты. Потому что то же самое Писание нам говорит, когда идем в Дом Господень, надо быть готовым прежде всего к слушанию. Ну и жертвы, конечно, тоже приносите. Пожертвование у нас тоже будет. Это тоже большое служение. Поэтому давайте помолимся, пусть наши сердца, они будут готовы. Дорогой наш Небесный Отец, мы хотим, Господь, во всем Божьем являть Твою славу и Твою волю. Господь не только в воскресные дни, когда есть такая возможность собраться, быть вместе в радости, славить Святое Имя Твое, погружаться в Слово Твое всем вместе. Но и всякий день, Господь, пусть наши сердца, они будут теми самыми сосудами, Господь, которые верою Божией все это Слово принимают, и это становится жизнью для каждого из нас. Боже, благослови, чтобы наши сердца сегодня были открыты. Открыты для Твоего Слова. Открыты, Господь, и впитывали, впитывали, Господь, то, что Ты сегодня даешь, потому что это важно, важно для того, чтобы мы знали, для чего мы, что нам необходимо делать, Господь, чтобы идти вместе с Тобой, идти во славу Твою, и делать дело Твое, Господь, на этой земле. Благослови каждого брата, сестру, церковь. Господь, благодать Твоя, милость, мир пусть будет со всеми нами. Аминь. Слава Господу. И когда мы все вместе молимся, это великая сила единства. И помазание Божье сходит, разрушает всякое бремя и гайплентство. Сатаны, тьмы, немощи, болезни. И мы преуспеваем во всем. Вы в правильном месте, дорогие. И вы знаете, когда Саул был одержим злым духом, Давид что делал? Он играл, потому что он помазанник был, и злой дух уходил. И вы знаете, вы сейчас будете прославлять Бога, и наши левиты, они очень помазаны. Господь их избрал, помазал, поставил на эти места, это их предназначение, призвание, чтобы высвобождать присутствие Божье, силу, славу Божью, помазание это называется Божье. И вы знаете, готовьтесь обязательно, когда вы будете поклоняться Господу, славить Его, благодарить Его. Вы будете находиться в присутствии Божьего. Обязательно это вот ермо, немощи, болезни, какого-то угнетения, оно распадется, потому что всякое бремя распадается от тука помазания. И знаете, ты можешь в тайной комнате сам молиться, поклоняться, и прорываться, тоже можешь прорваться, конечно, но иногда нам нужно очень много времени, чтобы взять какую-то победу и одержать победу над какой-то немощью, болезнью, над какими-то силами злой тьмы. Почему? Потому что один прогоняет тысячу, а двое тьму. Поэтому сегодня вот эта тьма, может быть, которая окружила твою семью, или место, где ты работаешь, или просто атаковала твое тело, придет обязательно свобода, потому что от силы Духа Святого, от присутствия Божьего, всегда распадается всякое ермо, которое сатана незаконно возложил на тебя. Поэтому, вы знаете, в Листре был такой человек, который от чрева матери был, ну, не ходил он. И он внимательно слушал Павла, а Павел говорил благую весть. И Павел посмотрел на него и смотрит, у него есть вера. Он говорит, у тебя вера есть. И громким голосом сказал, встань и ходи. И в эту же секунду он встал и пошел. Я хочу сказать так же, когда закончится поклонение и хвала, очень внимательно слушайте своими ушками и внимайте то, что будет говорить пастор сегодня, Алексей будет проповедовать сегодня. И принимайте это всем сердцем. И вера, которая возрастет внутри вас, она так же будет дверью в какой-то прорыв, исцеление, освобождение, или, может быть, финансы вам придут чудесным образом. В общем, вы получите ответы на ваши ситуации, на ваши проблемы от Господа. Оставайтесь с нами. Да, я хотел продолжить наше приветствие вас, дорогие братья и сестры. Ио в своем послании в книге Иова, в 33 главе есть такие стихи. «Дух Божий создал меня, а вот я по желанию твоему вместо Бога». Человек, который говорил от лица Божьего к Иову, он не был так страшен Иову, как сам бы говорил бы, если Бог. И поэтому он, обращаясь к Иову, говорит, вот я создан, я по желанию твоему, тебе обращаюсь вместо Бога, как бы вместо Бога. А сегодня, брат и сестра, мы являемся телом Христа, мы являемся Его телом, Он наша глава, мы часть Христа. И Господь, Он отдал самого себя ради нас, ради каждого из нас. Он написан, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына единородного». Ничего большего не может быть. Написано также в Слове Божьем, «Тот, кто отдал своего Сына, не дарует ли нам вместе с Ним и всего». Поэтому Господь, обращаясь в свое время к Иову, обращаясь сегодня к Тебе, Он приготовил для тебя великое будущее и готов сделать для тебя все, потому что Он совершил уже все на кресте. Готов помочь тебе в любой ситуации, которая бы казалась тебе безвыходной или трудной. Поэтому, дорогой брат и сестра, Иисус наша глава, мы Его тело. Мы ищем в этот месяц на самом деле призвание Его, Его волю в своей жизни. Мы размышляем весь месяц об этом. Кто мы? Где мы здесь находимся? И когда мы молимся, мы просим воли Божьей, мы должны быть готовы Его принять, потому что воля Божья может прийти в твою жизнь, но будешь ли ты готов ее принять? Такую волю, которую Господь имеет для тебя. Поэтому я хочу помолиться тебе, дорогой брат и сестра, чтобы ты был готов принять ту волю, которую Господь имеет для тебя, для твоей жизни, для твоей судьбы, для этого дня именно сегодня. Дорогой Господь, я молюсь тебе сегодня за брат и сестру. Мы размышляли весь месяц, и сегодня мы на завершающем служении этого размышления о твоей воле в наших жизнях, Господь. Что есть твоя воля, Господь? И когда мы молимся дерзновенно, Господь, помоги нам ее принять, Господь, помоги нам быть готовыми принять, Господь. А, Господь, как началось это собрание, когда пастор Петр сказал, да будет воля твоя и на земле, как на небе, Господь. Я прошу тебя сегодня за каждого моего брата и сестру ту волю, которую ты имеешь на земле, как на небе, для его жизни, да состоится она, Господь, в жизни моего брата и сестры, Господь. Помоги, чтобы он был готов ее принять, Господь. Готов ее принять от тебя, Господь, и последовать, Господь. Как бы ни было, может быть, это трудно, может быть, нужно будет измениться, может быть, нужно будет смириться, смирить свое сердце, может быть, нужно будет, Господь Боже Милостивый, Святой Израилев, уступить дорогу Тебе, Господь, и свое эго, Господь Боже, склонить перед Тобою, Господь. Может быть, плоть будет стенать и мучиться, Господь, как Слово говорит, что всякая плоть стенает и мучается в ожидании откровения сынов Божьих, Господь, и пусть придет это откровение, Господь, пусть придет, Господь, чтобы, Господь, Твоя воля благая угодная и совершенно состоялась над нашими братьями и сестрами, над каждым из нас, дорогой наш Господь, мы принимаем это в свою жизнь и благодарим Тебя за это Слово, которое Ты, Господь, даешь через пасторов нам. Аминь. Аминь. Действительно, очень важно, что принять Божью волю в своей жизни, потому что ты можешь ее знать, понимать, но если ты ее не примешь, а для того, чтобы ее принять, нужно действительно смирение. Да. Иисус, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. И это для каждого из нас драгоценное. Не то, чтобы просто, но мы часто ищем, что такое воля Божия, как ее найти для меня, для моей жизни, для моих детей, для моей семьи. И, в принципе, она открывается, так, шаг за шагом, день за днем, что-то начинает проявляться, да, иногда сквозь тусклое стекло, гадательно так, но все равно что-то проявляется, но очень важно принять. Да, это то же самое, что Господь говорил в Ветхом Завете своему народу, что когда услышите Слово Божие, не ожесточите сердец, не закройтесь, потому что ты можешь понимать, что тебе делать, ты можешь знать, в принципе, да, что от тебя Господь хочет. Но для того, чтобы оно действительно пришло в жизни, пришло и действительно было благословением, в конце концов, ты мог бы сказать, да, действительно, Господь-то все равно всегда прав. Если, слава Богу, что я на это согласился, слава Богу, что я с этим смирился, и это дало победу, это дало благословение, и не только для меня. Поэтому очень важно принять, растворить это слово верой. Что это значит? Это не значит, что просто прийти на собрание, услышать, и как Писание говорит, как подошел, посмотрел в зеркало, увидел природные черты лица своего, отошел и забыл. Почему такое сравнение? Потому что действительно так и есть. Мы приходим, мы слышим, сколько всего мы много слышали, сколько откровений мы слышим, всего просто. Но семя сеется, не перестает. Сеятель вышел, и он не останавливается, Господь сеет слово свое. И поэтому вот это важно не просто посмотреть, о, семя, надо же, какое хорошее, надо же, как интересно звучит-то вообще. А оно пришло для того, чтобы совершить, совершить в нашей жизни то, для чего пришло. Вот для чего Господь сеет семя. И поэтому давайте мы будем готовы к тому, чтобы со смирением принять, принять то, что Господь насаждает в нас, потому что это благо. Он так и сказал, намерение, которое я имею у вас, или семя, которое у вас сеет, оно во благо, не на зло, чтобы дать будущее и дать надежду. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты Отец любящий. Господь, пускай это понимание все больше и больше приходит в жизни каждого из нас. И знаем, что Ты, то, что Ты хочешь для нас, это благо, это благословение. Как бы сейчас не функционировало наше мышление, как бы мы согласны или не согласны были с этим, Господь, дай нам эту величайшую силу, силу смирения принять, растворить веру и жить этим, чтобы действительно это принесло плод и благословение в жизнь каждого из нас. Господь, благодарим Тебя. Аллалюя. Драгоценное. Буквально вот пару минут начнется богослужение, начнется прославление. И пусть наши сердца тоже будут готовы прославить Его, прославить Его в радости, потому что мы не просто поем какие-то песни, мы славим Его. Через это, как сестра Ирина говорила, через это помозание просто разрушается всякое ермо, всякое иго рабство. И хочу напомнить о том, что да, в конце богослужения, если живы будем, и Бог даст, мы втроем будем здесь для того, чтобы молиться. Мы верим. Молиться о тех... Мы верующим верим. Да, мы верим, что те нужды, которые вы будете писать онлайн, мы соберемся и будем молиться об этом. Драгоценные. Давайте будем готовиться к служению. У нас еще пару слов. Я хочу сказать, что нет совета вопреки Господа. Источник всякой мудрости, всякого совета, всякой истины находится в Слове Божьем. Аллилуйя! Аллилуйя вам! Аминь, благоценные. Давайте будем служить Господу. Все на богослужение. Аминь. Мы ждем вас. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Благодари же Господа от сердца. Не только за добро, благодарить за скорби, трудности, лишения тоже. Бог знает, что послать нам на пути доверия мудрой вечной воли Божией. Все принимайте, как из Его руки, и радость, и горе, и печаль. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь. Аллилуйя! Слава Господу! Драгоценные, сегодня у нас благословение наших прекрасных деток. Давайте так, наверное, остальные остаются на местах. Те, кто в эфире, тоже драгоценные, будьте готовы, чтобы за вас помолиться. Драгоценная церковь, давайте мы прострем руки свои. Или эти детки тоже сюда идут, да? Ну ладно. Заходим потихоньку. Драгоценный Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за каждое прекрасное сердце и жизнь. Потому что, Господь, это Твои дары. Твои дары не только для семей, родителей. Это Твои дары этому миру, которые понесут дальше, понесут дальше силу Евангелия, Твое Царство. Господь благослови, пусть Господь будет защита, пусть Господь будет Твоя милость. Пусть, Господь, Твое величайшее отцовское строительство в их сердцах, Господь, оно преобразовывается каждый день, чтобы они, Господь, познавали Тебя, познавали во всем. Мы благословляем и провозглашаем благодать, милость, мир, защита, Господь для этих драгоценных детей, для каждого ребенка там, который сейчас не здесь, не в зале, благословение. Благословение в каждую семью, благословение для родителей, благословение, Господь, пусть в каждой семье будет атмосфера мира, радости, праведности, благословения и драгоценного Божьего присутствия. Во имя Господа Иисуса Христа мы провозглашаем благословение, благословение и еще раз благословение. Аминь. Будьте благословены. Детки, я так понимаю, там есть служение для них, да, могут пройти на служение. Проходите, пожалуйста. Но, коль дело коснулось семей, у нас есть новая семья. Давид, Катерина, уже добролюбовая, придите сюда, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательная пара, да? У них уже было венчание, была свадьба, они уже даже съездили в Египет, даже они съездили. Вот, даже так бывает, знаете. Давайте, недолго, по сравнению с народом израильским, мы были в Египте. И давайте мы помолимся, благословим перед церковью уже, благословим уже семью, чтобы во всем и всегда их жизнь, их слова, действия, поступки, отношения друг к другу, отношения к родным, близким, все было в нашем великом Господе. Потому что это огромная сила и благословение, чтобы действительно быть примером, примером семьи, примером отношений. Это труд. Это нелегко. Кто может это подтвердить? Есть такие тут, да, я тоже могу подтвердить. Отношения – это труд. Вот пускай в этом труде будет Господь, чтобы трудиться вместе с Ним, потому что это изначально было для Адама с Евой, сегодня актуально для вас и для всех нас тоже. Давайте мы прострем руки свои, благословим. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты так благ и совершаешь, совершаешь, Господь, строя жизни людей. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, Господь, за то, что есть эти драгоценные жизни, эти драгоценные сердца, и теперь это соединенные жизни, соединенные сердца, соединенные в Тебе, как муж и жена, как нечто слитное, общее, Господь. Во имя Иисуса Христа, и пускай Твое действие будет в их жизни, в их сердцах, во имя Иисуса Христа, внутри их семьи, и действие Твое через их семью пускай тоже происходит, Господь, чтобы это было примером, силой, жизнью, Господь, для других. Во имя Иисуса пусть Твоя защита, благодать, милость и любовь Твоя бесконечная, все поглощающая, не имеющая, Господь, Боже, никаких, Боже, ни дна, никаких, ни ширины, ни глубины, Господь, нет такой, которая бы могла измерить. Безмерная любовь Твоя, Господь, пускай будет, Боже, в их жизни, в их отношении, во имя Господа Иисуса Христа, аминь. Благословляем вас, драгоценные. Пусть Бог благословит вас во всем. И мы будем смотреть за вашей жизнью и радоваться. Поаплодируйте им еще раз, а я передаю микрофон, наше служение продолжается. Здравствуйте, дорогая церковь. И сегодня есть у нас прекрасная возможность быть в Доме Божьем, следующее воскресенье у нас пройдет на улице. Заранее предупреждаем. И я вышел сделать такое небольшое, наверное, объявление благодарности за ваше участие. Я вышел говорить о даянии, о пожертвовании, но я думаю, что большая часть здесь и меня еще научат о даянии и пожертвовании. Драгоценные. Сегодня наша церковь, несмотря на все эти карантины, продолжает существовать. Мы делаем потихоньку ремонт. И действительно, слава Господу за это. Мы помогаем людям, помогаем продуктовыми пакетами, одеждой. Церковь продолжает сегодня светить, продолжает сегодня поддерживать. И хотелось бы просто прочесть одно местописание, которое, наверное, само за себя скажет. Это 2 Коринфянам, 9 глава. В 7 стихе написано. «Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожалений, и не потому, что чувствует себя вынужденным, так как Бог любит того, кто дает с радостью». Это наша возможность выразить Господу благодарность. Это не нужно. Я верю, что церковь сможет существовать сама по себе, потому что упование церкви – это Бог. Но наша с вами возможность выразить благодарность Богу через свое даяние, через то время, которое мы посвящаем. Это замечательная возможность. Если мы прочитаем дальше, написано, что Бог может осыпать вас всякими дарами, так что у вас всегда будет все необходимое, и даже более чем достаточно для всяких добрых дел. И в конце, в 12 стихе, в этом отрывке написано, когда вы исполняете это святое служение, то не только обеспечиваете нужды людей Божьих, но тем самым переполняете чашу благодарности Богу. Драгоценные, хотелось бы помолиться за наши сердца, чтобы мы действительно были в состоянии благодарности Богу. И, как говорит Писание, Бог любит доброходно дающих. Ему не нужно, чтобы ты отдавал последнее, скрепя своим сердцем. Это никому не нужно. Но давай, если будем жертвовать, то будем жертвовать с благодарностью Богу. Дорогой Господь, мы молимся Тебе и просим за то даяние, которое мы приготовили. Просим за наши сердца, Господь, чтобы они действительно были в правильном положении перед Тобой. Господь, мы не хотим просто собирать финансы, но мы хотим выражать благодарность Тебе, как всемогущему Богу, зная, что Ты – Бог, который позаботится о нашей жизни. Ты – Бог, который раздает дары. Господь, спасибо Тебе за все. Мы славим и благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И те, кто сегодня с нами онлайн, слушатели могут пустить жертвенники. И те, кто онлайн, вы можете пожертвовать онлайн, там придет ссылочка, или вы можете прийти в здание церкви, здесь стоит жертвенник, и можете совершить свое пожертвование. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте мы поднимем руки к небесам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу! Итак, драгоценные, мне хотелось бы начать эту проповедь с темы, которая будет называться, ну давайте мы сделаем так, прежде чем я назову тему, посмотри, пожалуйста, на свои ладошки, на свои руки, посмотри на них, это твои руки. И давайте, пожалуйста, мы возьмем вот так вот, поднимем правую или левую, какую тебе удобную, руку, что мы видим? Мы видим пять пальцев, да? И я хотел бы попросить, чтобы первый слайд поставили на экран. И тема моей проповеди будет сегодня пятая Евангелие. Дорогие братья и сестры, давайте мы перечислим, коль мы уже подняли руку, сколько Евангелий мы с вами знаем. Какие мы знаем Евангелие? Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Но сегодняшняя проповедь будет в контексте того послания, которое пастыра церкви нашей, они определили, это в контексте темы призвания. И мы сегодня будем говорить о пятом Евангелии, мы будем сегодня говорить о призвании верующих людей. Скажи слава Богу! Итак, первое, наверное, с чего мы с вами начнем, это с начала, с бытия, с книги бытия. И если у тебя есть Библия, пожалуйста, включи свою Библию, потому что сегодня именно так мы говорим, потому что многие верующие, они носят священное писание в своем телефоне, смартфоне. Итак, включите свои Библии, и мы будем смотреть бытие первую и вторую главу. Итак, смотря книгу бытия первую и вторую главу, операторов мы попросим поставить второй слайд. Что мы видим, когда мы читаем первые две книги бытия? Мы видим Бога, который трудится, создавая этот мир. Мы видим Бога, который творец. Видим Бога, который созидает, который каждый день творения, он делает что-то новое. И Бог оценивает качество своего труда, восхищаясь, говоря, как? Весьма хорошо. То есть Богу нравится то, что Он делает, Он трудится. И если вы прочитаете в русском тексте первые две главы, вы будете, если вы будете обращать внимание на такие слова, как сотворил, создал, сделал и так далее, то я потрудился посмотреть текст, масоретский текст оригинала на древнееврейском языке. И я увидел, что когда говорится о сотворении мира, то древнееврейский текст содержит в первой книге бытия и во второй книге бытия, в двух главах, да, где говорится о сотворении мира, приводится 21 раз, 21 раз глаголы еврейского языка, которые имеют отношение к работе, к творению, сотворению, к делам, к заботе, к работе и служению. То есть, другими словами, ты скажешь, для чего такое начало? Зачем ты это делал? Вы знаете, для нас, как для верующих людей, очень важно понимать, очень важно понимать нашего Бога, потому что, смотря на Бога, мы можем понимать, кто мы есть, для чего мы в этом мире, какое наше призвание. И мы об этом посмотрим. И таким образом, когда мы читаем, смотрим в Библию, мы видим Бога в труде, мы видим Бога в созидании, мы видим Бога в работе. И также, когда мы читаем Священное Писание, мы часто можем обратить внимание, что Бог применяет к себе эпитеты, которые относятся к работе. Например, Господь Саваоф. Вы читали в Библии такое слово, когда Господь говорит, я Господь воинств, Господь Саваоф. Но слово Саваоф на еврейском языке, оно также обозначает слово служение, оно также обозначает вот этот воинский призыв, призвание в армию. То есть, Бог, Он говорит о себе, как о том, кто является самым главным в сфере служения, самым главным в сфере военных действий. Другой эпитет, который применит к Богу, Господь говорит, я Господь пастор. А что такое пастырь? Пастырь овец, пастырь животных, это тоже профессия, это определенная работа. И достаточно трудоемкая работа. Да, то есть, Господь или Господь говорит, я Господь целитель твой. То есть, слово целитель обозначает на еврейском языке этот термин применим к врачам. То есть, Бог сравнивает себя с врачом. Другими словами, когда мы читаем священное писание в первых двух книгах Библии, в самом начале мы видим Бога в труде, Бога в служении, Бога в заботе. И на протяжении всей остальной Библии Бог называет себя эпитетами, терминами, которые относятся к профессиональной деятельности. И мы сегодня будем говорить о профессиональной деятельности, мы сегодня будем говорить о работе, мы сегодня затронем эту тему. Итак, также, давайте следующий слайд. Я выбрал такие интересные картинки, потому что я знаю, что нас могут смотреть и подростки, и иногда на богослужениях тоже бывают дети. И все мы, в принципе, любим картинки. Когда мы берем книжку по привычке, по старой привычке, нам так хочется, чтобы в любой книжке были картинки. Да? Ну, так вот мы устроены. Поэтому я потрудился, чтобы для нас были картинки. Итак, мы здесь видим Бога, который что-то созидает, который творец, который трудится. И таким образом мы узнаем о нашем Создателе, что Он является или открывает себя на первых страницах Священного Писания, как тот, кто в работе, тот, кто в труде. Ты скажешь, зачем это? Почему это важно? Дело в том, что если мы изучаем древние мифы, если мы изучаем мифологию, мышление античное, древнего человека, мы понимаем, что боги и люди, боги творили людей по древнему античному мышлению в таком сильном отрыве от себя. Обычно люди были рабами богов. Обычно люди были сотворены для того, чтобы трудиться на богов, ублажать богов, приносить им какую-то пользу. Если ты читаешь древние мифологии, либо, вот, например, есть такая поэма Гесиода Теодицея. Теодицея – это значит происхождение богов. Древнее античное произведение, в котором говорится о том, что боги, сделанные боги, сотворенные боги, они и люди пребывали в раю. И их любимое занятие было тем, что они ничем не занимались. Другими словами, когда ты читаешь различную мифологию, для того, чтобы тебе понимать, насколько сильно творец, который открывает себя в Священном Писании, отличается от всех остальных представлений о богах. Наш творец, который открывает себя в Библии, не гнушается работой, он открывает себя в работе. Он проявляет себя, как того, кто служит, кто творит, кто созидает. Если ты читаешь мифологию, ты видишь богов, которые, если даже что-то сделали, они отстранились от своего творения. Если даже сотворили человека, то теперь человек их раб и должен их ублажать. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, когда Бог потрудился, когда Он все сделал, Он творит венец своего творения человека. И давайте мы... Следующий слайд, номер 4. Мы видим, что когда Бог творит человека, Он говорит, я сотворил его по своему образу и подобию. На еврейском языке есть два слова образ и подобие. Можно сказать, синонимы, но здесь стоят такие слова, которые созвучны с двумя русскими словами. Дело в том, что образ – это дему, а целям – это подобие. Давайте я просто для себя, чтобы нам было понятнее, скажу так. Человек – это как демо-версия. Вы когда-нибудь покупали компьютерную программу или не покупали, извините, вы пробовали когда-нибудь демо-версию чего-то? То есть, или когда вы приходите в магазин, вам дают чуть-чуть попробовать чего-то? То есть, для того, чтобы вы потом купили этот продукт. Или когда у тебя компьютер, ты начинаешь открывать, и у тебя демо-версия на несколько дней дана. И она, конечно, усеченная, ограниченная, но ты понимаешь, ух ты, это хороший продукт, который бы я хотел приобрести, за который мне потом надо заплатить. И это слово дему, что значит подобие. И следующее слово на еврейском языке – это целям. Дайте следующий слайд. «Целем» означает, извините, не следующий, а шестой. Да, «Целем» означает образ. Образ. Давайте скажем «образ». Это слово созвучно с русским словом «цель». Да? То есть, когда Творец сотворил человека, он сотворил его по своему образу. То есть, другими словами, для нас, русскоязычного народа, понятно, что какая-то есть цель у человека. Мы дема в Божьем плане. Но он сотворил нас цель, с какой-то целью. И он вложил в нас свой образ. И когда мы читали эти стихи, мы видели, что Бог, сотворив человека, наделяя его своими качествами, своими образами, а как Бог открывается в Священном Писании, он открывает себя через работу, через то, что он показывает, что он кто? Он тот, кто трудится, тот, кто работает, тот, кто творит. Я вам сказал, что на еврейском языке 21 глагол употребляется только в первой и во второй книге «Бытья». 21 глагол, относящийся к категориям работы, служения, возделывания, труда. Бог открывает нам себя в 21 глаголе, как тот, кто служит и трудится. И когда мы видим первого человека, которого Бог сотворил, Он сотворил его по своему образу для того, чтобы человек отображал Бога в этом мире. И поэтому наш труд, любой труд, который мы делаем, это показатель того, что в тебя вложены те дары и таланты, в тебя вложены способности, которые Творец создал. И это относится к его образу. Скажи Аллилуйя. Слава Богу. Итак, дайте, пожалуйста, слайд пятый. Первые профессии, которые мы видим на страницах Священного Писания, которые относятся к Адаму, какие? Возделывай и храни, да? Ну, другими словами, по-нашему сказать, садовник и охранник. Первые профессии, которые был наделен человек в Идемском саду, они также относились к работе, да, он должен был возделывать и хранить, хранить эту жизнь, которая была в саду, умножать эту жизнь. И все это реализация образа, который Бог вложил в человека. Бог вложил в свой образ, это способность к творчеству, способность иметь интеллект, способность трудиться, создавать что-то новое, распространять что-то. Это все категории образа Божьего. Скажи Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вы помните то время, когда коммунисты говорили так, труд сделал из обезьяны человека. Знаете, коммунисты очень интересные были люди, они верили в свою идеологию, которую они взяли из протестантского богословия. Вы знаете это? Коммунисты взяли свою диалогию из протестантского богословия о труде. Только немножко поменяли, потому что протестантское богословие о труде, мы потом немножко об этом скажем, оно говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божию, и реализуя через образ Божий, реализуется через труд и работу. Это протестантское богословие. Но коммунисты сказали так, Бога мы отвергаем, поэтому говорим, что труд сделал, Из обезьяны человека. Но богословие говорит о том, что труд является трансляцией, отображением. И труд действительно изменяет самого человека и проявляет его качество. Слава Богу. Итак, давайте мы посмотрим все-таки на это интересное слово «целем». И вернемся к шестому слайду. Итак, то, что относится к образу Божьему в человеке, это слово в Священном Писании имеет еще одно значение, которое переводится как «тень» или «суета», или «пустота». Ты скажешь, для чего нам это знать? Дело в том, что для нас, как доверующих людей, очень важно понимание того, кто нас сотворил. Знание, кто он такой. Потому что через знание Бога открывается, кто мы такие и наше с тобой предназначение в этом мире. Если мы посмотрели, что Бог является тот, кто выражает себя в труде и в работе, Бог заботится о творении, Бог трудится, и Он привлекает к этой работе человека. Он не сотворил человека, чтобы тот просто лежал, отдыхал в Эдемском саду. Он сотворил его, чтобы он реализовал тот потенциал, который в нем есть, который относится к этому слову «целем» или «образу». Бог поставил человека-соработника. Бог трудится над этой землей, и Он поставил человека-соработником в Своем творении. Аллилуйя, скажи. Слава Господу. Так вот, вы заметили, да, два значения. Дайте следующий слайд. Итак, дорогие братья и сестры, дело в том, что когда мы с тобой теряем понимание, кто мы есть, для чего мы пришли в этот мир, кто является тот, на кого мы должны ориентироваться, тогда наша жизнь превращается в бессмысленную, в пустоту и в суету. Вы знаете, очень многие атеисты, если ты посмотришь апологетов и атеистов, они будут говорить, что жизнь человека, она не имеет смысла никакого. Это все суета и бессмысленность, и братья и сестры, оно так и есть. Действительно, человек, который не знает ни своего призвания, ни того, кто его призвал, ни своего Творца, он суетится и суетится. И можно так сказать, для чего все это, если однажды тебя положат в могилу? Поэтому, драгоценные, только в свете Божьего Слова ты начинаешь понимать, насколько ты ценен, насколько твой высок статус, для чего ты призван, что ты на самом деле являешься драгоценностью и золотом. Аллилуйя! Если не будет этого Божественного Света, понимания тебя, тогда ты будешь заниматься тем, что труд сотворил из обезьяны человека. Но для чего все это? Непонятно. Так что мы смотрим на Священное Писание для того, чтобы оно просвещало наши жизни и давало нам правильные направления в нашей судьбе. И давайте, восьмой слайд, откройте, пожалуйста, очень быстро. Это те тексты, если вам будет интересно, где встречается это слово «целем», которое также означает «суету». Суету и бессмысленность жизни. То есть, если в твоей жизни нету понимания Божественного призвания, кто ты есть в Боге, тогда, скорее всего, твоя жизнь будет относиться к вот этим категориям. Напрасно он суетится. Аллилуйя, скажи. Итак, мы открывали первые две главы Библии. Теперь мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на Новый Завет. И дайте следующий слайд. Когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что Христос приходит в этот мир. И Христос, приходя в этот мир, первое его занятие, первое, что он делает, он учится в своей семье, у своего отца, профессии, которая называется как? Плотник. Плотник. Плотник, строитель, да, тот, кто созидает, тот, кто что-то делает своими руками. И прежде, чем руки Христа были пробиты гвоздями, эти руки, они тысячи сделали, не знаю, табуреток, столов, построили, ну, что-то делали, стругали, делали. То есть это были мозолистые руки. Мы видим Сына Божьего, который приходит в этот мир. И Он приходит в этот мир, трудясь в этом мире, работая в этом мире. Он не становится каким-то, не рождается в палатах царских, не становится просто, как я вам говорил, вот эти античные мифы о богах, которые только управляют, которые только создают вокруг себя тех, кто на них трудится и работает. Нет. Мы видим Сына Божьего, который приходит в мир, трудясь в этом мире, работая в этом мире, что-то созидая, что-то производя в этом мире. Для чего это надо? Для чего Священное Писание поместило эти строки? Для того, чтобы мы понимали, что Бог ни в коем случае не обесценивает труд. Бог не обесценивает никакую работу. Любая работа для Бога очень важна, потому что это есть отображение Его различных характеристик, Его различных качеств, Его различных, можно сказать, да, качеств Бога в этом мире. Скажи Аллилуйя! Слава Господу! И вот мы видим здесь, на этой картинке, есть такие уникальные слова на латинском языке, которые звучат Ора Эт Лабора. То есть молись и трудись. Вы знаете, это слова бенедиктинского ордена, монахов бенедиктинского ордена. И скажут, для чего нам эти монахи бенедиктинского ордена? Я сейчас попробую подвести все-таки нас к теме протестантской этики. Братья и сестры, дело в том, что вот это мышление, которое давлело тысячелетиями, огромное количество времени у людей, что есть как бы чистая работа, а есть грязная работа. Или другое, есть как бы аристократы, которые стараются ничего не делать, только управлять или заниматься там науками. И есть чернь, люди, которые там всякая-всякая работа делают. Это вот такое мышление, которое давлело, которое пришло из языческих мифологий. Братья и сестры, еврейская, библейская концепция другая. Вы понимаете? Мы видим Бога в труде. Это библейская концепция. Мы видим Христа в труде. Это библейская концепция. Но языческая концепция, она разделяла людей. Она говорила, что есть люди высокого сословия, которые не должны омрачать себя никакой работой, и все остальные черни, которые должны трудиться, работать. Это не библейское мышление, братья и сестры. И когда мы смотрим на историю церкви, даже на историю церкви, вы знаете, что многие концепты библейские, они не сразу приходили в общество. Например, если мы посмотрим текст Священного Писания, то мы видим, что Бог освободил израильский народ из Египта. Бог называет себя Богом, который даровал свободу народу. Мы видим в Новом Завете очень много текстов, которые говорят о том, что если ты можешь стать свободным, будучи рабом, воспользуйся этой возможностью. То есть говорится как бы о ценности свободы, да? Но по факту, по факту, свобода на уровне запрещения, на уровне законодательства приходит в наш мир только в 20 веке. Потому что до 50 какого-то года в Соединенных Штатах Америки даже было рабство. Но Библия содержит эти тексты, но человечество, цивилизация созревает к ним спустя столетия. Точно так же и здесь, когда мы читаем с вами, если мы имеем возможность читать средневековых авторов, античных авторов, богословов, такие как Евсей Викисарийский, Фома Аквинский и многие другие, мы будем видеть на их, в их концептах, что самое привилегированное, что может делать человек, это служить Богу. Это как бы молиться, созерцать духовные вещи. А от чего он должен стараться уклониться, это от вот такой вот физической работы. К сожалению, это есть в богословии, в раннем христианском богословии, вплоть до средневековья. И это есть наследие именно языческой культуры. Потому что сама Библия, она говорит о другом. Сама Библия говорит о другом. Итак, мне хотелось бы обратить наше внимание на вот эти слова, Ора Эт Лабора, Малиси Трудись. Дело в том, что мы подходим к времени, который называется Средневековье. И уже в это время, во время возрождения, 15-16 век, начинается цениться работа. И один из людей, который повлияет на Мартина Лютера, это богослово реформации, его зовут Эразм Роттердамский. Эразм Роттердамский, который будет воспевать труд человека, который будет говорить о том, что труд человека очень важен для того, чтобы он мог реализовываться, для того, чтобы накапливались богатства. Но, также в это время появляется рост бенедиктинских монахов, орденов монахов-бенедиктинцев, которые уделяют огромное внимание работе. И если вы посчитаете историю Европы, то там, где бенедиктинские ордена монашеские начинали организовываться, именно в этих местах происходила трансформация вот этой бытовой жизни, потому что там появлялись дороги, где никогда их не было. Там появлялись поля, там появлялось выращивание сортов интересных, винограда и так далее. И вот это вот преобразование, что разделять между духовностью и работой, вот этот водораздел, вот в этом мышлении, он потихоньку уменьшается. И вот приходит Мартин Лютер. Давайте, поставьте, пожалуйста, 14-й слайд. И когда приходит Мартин Лютер, он дает богословское обоснование, а точнее, он возвращает нас назад к библейскому основанию, к библейским представлениям о работе. Бог трудится через работу. Бог созидает этот мир через работы обыкновенных людей. И я попробую зачитать очень быстро эти слова для эфира. Ну, наверное, вы и так их видите. Я тогда, с вашего позволения, зачитаю и другие слова Мартина Лютера, которые лягут в основу богословия протестантов. Бог призывает людей трудиться, как трудится он сам, выполняя самые обыденные работы портного, лавочника, плотника и так далее. Если мы сможем принять эту точку зрения, тогда весь мир будет наполнен служением Богу. Не только в церквях, но также и на кухне, и в мастерской, и в поле. И Мартин Лютер, он начинает показывать, так в чем тогда разница между обычным человеком, который трудится, и нами, христианами, которые также призваны к труду, которые призваны смотреть на труд, как на служение. А разница вся в том, что если обыкновенный человек, он трудится для себя, и вот рука обыкновенной человека так устроена, что она все пальцы к себе сжимает, и все, что человек делает, он все к себе тянет. Так мы устроены. Но, и это обычная жизнь человека, но когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим, что Христа руки, они всегда были разжаты, они всегда были даяющими. Другими словами, что значит, работая на обыкновенной мирской работе, будучи поваром, будучи, не знаю, архитектором, будучи чиновником, хоть кем, что значит служить Богу в этом? Когда я понимаю, что я хожу перед Господом, и то, что я делаю на своей работе, я делаю как для Бога. Без разницы, какая работа, но я делаю как для Бога, и Он оценивает мою работу. Если ты имеешь такое представление, Мартин Лютер назовет это служением Богу. Не просто плотской деятельностью, но именно служением Богу, когда ты понимаешь, что меня оценивает Господь, и я все, что делаю, делаю перед Ним. Слава Господу! Дорогие братья и сестры, и у нас подходит время. Мы должны передавать прямой эфир молитвенникам, которые сейчас будут молиться. И я думаю, что я на этом закончу эту проповедь. Продолжение следует...